коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем один нехитрый прием как можно использовать сетку фибоначчи для постановки цели при работе в контртренд коррекции по фибоначчи довольно распространенный инструмент его использует огромное количество трейдеров и в том числе кто работает и классический теханализ и в смарт-мане активно используется и чаще используется именно как поиск мест для того чтобы войти в сделку они выйти есть другие инструменты до расширение по фибоначчи это тоже математическая история которая возможно до предсказать точнее так предсказывает возможное дальнейшее движение после импульса я использую максимально просто я не заморачиваюсь ни с какими уровнями просто со временем до как это с насмотренностью и с общим пониманием что совокупный интерес разрозненный до большого количества трейдеров может оказывать влияние на текущее положение цены то есть когда мы видим какое-то импульсное движение это импульсное движение видят абсолютно все и потом когда цена начинает корректироваться то вот здесь начинается самое интересное там например smart money говорит о оптимальной коррекции в 50 процентов движения классическое представление сетки фибоначчи говорит что нам необходимо искать точки входа на уровнях 50 и 61 8 процента то есть это все в свою очередь может оказывать влияние на цену и если мы работаем контр тренд и заходим где-то в данном случае наверху и работаем коррекцию то это будет первым местом таким первым диапазоном где цену возможно будут останавливать то есть не факт что это произойдет для рынка криптовалют довольно частое явление помпы которые затем продаются ровно в основании импульса и лишь затем происходит какие коррекционные движения то есть это все имеет место быть я использую максимально просто при входе в контр тренд то есть где-то в точке окончания импульса либо на торгов какую-то рисуют на срыв либо агрессивные входы в ложные пробои на все движение сейчас покажу на примере трейдинг и очень удобно с зажатым дальше в том то можно растянуть линейку и вот примерно половинка его движение это будет так скажем самой вкусной целью почему это важно учитывать если мы будем работать например ложные пробои у нас будет большой стоп лосс но скажем 5 к 1 будет умещаться до основания импульса то нам необходимо будет забирать для того чтобы забрать хотя бы три к одному довольно большое обратное движение опять-таки сетка фибоначчи может там как сломана линейка показывать если мы не уходим ниже диапазона 23 638 2 да то есть вот верхняя третье третье движение если остаемся это можно расценивать как неглубокий откат и тогда с большей долей вероятности инструмент не поедет на глубокую коррекцию совершит движение на продолжение то есть эти моменты тоже нужно учитывать но это все визуально я вот именно чистую сетку не использую поэтому входа в контр тренд и вот примерно половинка всего движения импульсного будет являться для меня довольно часто целью для постановки take profit разберем на монетки те вход был в понедельник в понедельник short но после довольно существенной коррекции значит понедельник все пролилось у нас было красное утро черный понедельник и все такое прочее в общем рынок очень сильно упал затем когда там bitcoin остановился эфир потихонечку остановился монетка те было одной из немногих кто довольно существенно подрос да то есть это коррекционное движение и помимо того что само движение было большое до порядка 35 процентов за день плюс мы приехали на пробитый недавно до уровень тут мы его так жевали немножко нечисто выходили но все равно я сейчас покажу на чем таймфрейм там пробой был довольно чистый и затем последовал ретест то есть могут пилили 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 в какой-то момент подошли на торговочке не было поэтому без входа вот это 3 тест я пропустил вот после этого мы провалились очень очень сильно вниз затем мы здесь немножко под ломили структуру скорректировались и сделали очень сильные импульсное движение вот это очень сильное импульсное движение можно использовать для торговли в контртренд вход выполнялся ложный пробой здесь был ложный пробой и уровня но я ждал закол именно отката закол отката получил там несколько копеечек буквально и держа как это руку на пульсе был выполнен был выполнен вход открыл 28 86 очень короткий стоп лосс получился короткий стоп лосс обеспечивает идеальное наверное да соотношение риска прибыли потому что даже относительно небольших движений вполне себе хватает для того чтобы забирать довольно существенные профита значит trading you кто использует зажимаем shift здесь не нужно там ловить какие-то супер точные значения до берем начало импульса и растягиваем так вот туда где импульс у нас закончился и вот заходя контр тренд можно пробовать вытягивать обратное движение в лучшем случае да если коррекция будет все-таки глубокая то вот до серединки а дальше вот начинается катавасе если ставить цели где-то далеко то то что было позавчера take profit там вчера оказалось до зажата в диапазоне такой ночью и повышающийся в общем сидеть с длинным так профитом крайне некомфортно тем более что если мы замерим это движение да мы прошли 11 процентов и откатили обратно то есть 7 процентов с лишним обратного хода то есть мы отдаем в рынок если мы хотим туда тянуть мы отдаем в рынок больше 30 процентов всего движения которое произошло это крайне некомфортно я закрывался вот здесь была остановка следил на минутке мы уперлись уперлись подошли еще ложный пробой без реакции и провалились вниз затем последовал ретест и здесь даже вроде лоу обновили но после вторичного заколы не пошли дальше вниз и когда здесь закрылись за недоточение не закрылись а закрепились над уровнем я решил закрыть то есть я не стал тянуть до тейка ну и плюс не отдавать в рынок обратно получилось там порядка 38 к одному сделка с терминала тоже чтобы то злые языки говорят что на бумаге все хорошо покажи сделки вот пожалуйста 528 86 стоп лосс 5 и 3 и 10 процентов чистого хода ну так в моменте до получилось то чуть поменьше закрыть но тоже вполне себе неплохо вот можете применять кто любит торговать ложные пробои и кому нравится да вот эти быстро обратное движение мы это как-то сродни импульс он или есть или его нет да есть тут начинается какая-то кашу мы всегда имеем возможность хлопнуть ну а даже если нас понесет дальше то убыток наш это один стоп лосс в этом нет ничего страшного если мы торгуем с адекватными рисками применяйте пользуйте стоп лосса забирайте длинные тейки и соотношение 30 плюс к одному всем удачи пока пока